друзья всем привет техноблок гаджеты ремонт обзора и распаковки немножко в походных условиях хочу сегодня обсудить тему трекинга посылок различных сервисов для выполнения этой задачи что же сразу после заставки канала поехали и так вроде бы достаточно простая тема трекинг посылок все знают что почта россии легко вам поможет в этом деле вот но не все знают что на самом деле как раз таки сервис от почты россии трекинга он достаточно сильно ограничен вот и люди которые занимаются заказом посылок покупками на какой-то более-менее регулярной основе то есть более профессионально они практически не используют трекинг от почты россии какие дополнительные сервисы можно рекомендовать для трекинга посылок понятно что нужно разделить сервисы конечно же на трекинговые сервисы для компьютера и трекинговые приложения для смартфонов понятно что есть смартфоны android и ios соответственно приложение у них разные вот можно найти большой перечень различных трекинговых сервисов и трекинговых приложений можно пробежаться по всем ним все они окажутся примерно одним и тем же то есть это будет некое расширение сервиса почта россии вот зачастую ничем не лучше вот но некоторые сервис отличаются на какие бы сервисы я бы обратил ваше внимание значит ну для начала интерфейс трекинга почта россии можно там авторизоваться кнопочку войти убить соответственно какой-нибудь трекинг номер и найти о нем информацию находится либо не находится вот очень много трекинговых номеров не находится почты россии объясняется все это очень простой причиной потому что почта россии позволяет трекить только те посылки которые идут и которые вы будете получать именно на почте россии вот все остальные сервисы грубо говоря тот же самый five post да то есть получение посылок в пятерочке сдэк дпд боксбери и так далее вам сервис почта россии не поможет оттрекать он вам это не покажет вот какие еще более интересные сервисы существуют на которые бы я обратил внимание но для начала можно обратить наше внимание на сервис трек 24.нет это у нас уже чуть более расширенный сервис он знает гораздо больше почтовых служб и этим он уже хорош многие люди пользуются им и в принципе довольны но я к их числу не отношусь следующий сервис на который я также обратил ваше внимание это сервис postal ninja сервис с русским интерфейс он знает он заявляет до 540 международных почтовых и курьерских служб тоже более расширенный сервис который вам позволит выяснить информацию оба в любом почтовом отправлении и понять где данная посылка у вас находится в данное время тоже интересный сервис но опять таки я к его пользователям себя не могу отнести значит для себя нашел еще один сервис который по разному больше всего это у нас сервис где посылка тоже сервис знающие огромное количество различных почтовых служб достаточно наглядный и простой для понимания лично я считаю что если где посылка вам не может выдать информацию о том где находится какое-то почтовое отправление то скорее всего никакая другая служба для трекинга посылка вам тоже не сможет выдать более расширенной информации конкретно ситуация с некоторыми почтовыми отправлениями уже тут немножко отступим от самих почтовых сервисов заключается следующее что часть посылок у нас соответственно отслеживаемая часть посылок не отслеживаем если посылка не отслеживаем это означает что информацию о ее движение вы сможете получить только до тех пор пока посылка движется по территории государства откуда вы соответственно ждете эту посылку по территории россии почтовая служба работает в таком наиболее экономном режиме не утруждая себя не трекая не отслеживая Не отмечая промежуточной точки То есть информацию о том, что посылка дошла Вы можете получить в конце уже самого пути Когда почтовое отправление достигнет почтовое отделение Либо даже в этом случае вы не сможете увидеть То есть вам просто придет почтовое уведомление с почты Но приложение почтовое так и будет молчать И вы электронно не будете уведомлены о том, что посылка пришла в пункт получения Конкретно у сервиса, где посылка, есть замечательная вещь Если вы пользуетесь, например, сайтом Алиэкспресс В нем есть специальное расширение, которое позволяет вам подтянуть очень быстро Все трекинг номера всех ваших посылок, которые вы ожидаете в данное время Ну, по крайней мере, с одной страницы Вот там можно по страницам переходить Вот как минимум с одной страницы он подтягивает все номера И забрав их, начинает их мониторить И обо всех движениях он, соответственно, вас уведомляет То есть, например, вы имеете сейчас несколько страниц с посылками Которые у вас в данное время в пути Просто быстренько пробежитесь этим расширением Импортируйте эти трекинг-адреса И будете в дальнейшем всегда в курсе Того, где какое отправление Когда оно пришло, что можно найти его получать В общем, очень удобный сервис Конкретно касательно, где посылка Также, где посылка, есть информация о том Какие почтовые отправления имеют какие контрольные сроки То есть, в зависимости от первых и последних букв в трекинге То есть, на самом деле, очень сильно отличается Может и почтовая служба, и вариант отправки То есть, отслеживаемое, неотслеживаемое Более привилегированное, более простое Идущее дольше почтовое отправление Там все это расписано в привязке к конкретным буквам Это очень удобно То есть, в принципе, разработчики сервиса Заморочились достаточно глубоко Всеми этими фишками И в том числе, и включили все почтовые службы Даже такие редкие, как, например, Сберлогистика Которая совсем недавно заработала Позволяя доставлять посылки через отделение Сбербанка Вот, отдельно хочу сделать большую оговорку Для пользователей интернет-магазина Шейн Либо через Алиэкспресс, либо напрямую от Шейна На самом деле, просто огромное количество В предыдущем моем видео Кстати, ссылка на него где-то вот здесь будет Касающихся преодоления таможни почтовыми отправлениями Мне приходит в этом видео просто огромнейшее количество вопросов От пользователей этого магазина Шейн Люди заказывают, соответственно, различные товары У них посылка зависает в том или ином состоянии Люди очень сильно волнуются Контрольные сроки вот-вот иссякнут И непонятно, что у нас, соответственно, с посылкой Да, деньги оплачены, посылки нет, мы ожидаем ее к какому-то определенному времени Что делать, куда бежать и так далее и тому подобное Значит, краткая инструкция для всех страждущих по поводу Шейна В основном эти посылки у нас приходят именно на почту России Почта России позволяет нам следующим образом, соответственно, действовать Если у вас контрольные сроки, сначала их нужно выяснить, конечно То есть есть контрольные сроки по данным магазина Есть контрольные сроки по данным самой почты Все это, конечно же, идет в привязке к трек-номеру К которому вы эту посылку ожидаете Так вот, если контрольные сроки иссякли Вы можете на почте написать заявление на розыск почтового отправления Так это называется Почта, соответственно, разберется полностью в ситуации Где у вас ваше почтовое отправление зависло Либо оно у них где-то там затерялось Они его поищут, найдут Вот если оно действительно совсем потерялось И его невозможно найти То почта вам даст официальное письмо С подтверждением о том, что, например, они там эту посылку лично потеряли Они берут на себя всю ответственность Продавец может обращаться за компенсацией средств Ну и, соответственно, вы тоже можете обращаться к продавцу за компенсацией средств Вот такой порядок Когда все зависает на таможне Все это немножко, конечно, сложнее Потому что таможня такой орган у нас И, как я говорю, он как черный ящик Да, если что-то там застряло у вас То, скорее всего, вы это уже не выцарапаете Ну, либо вам придется пройти 7 кругов АДА Собрать набор документов Все это дело предоставить Объяснить, что за посылка Что вы не верблюд Что вы не закупаете товар Для перепродажи Что вы не коммерсант Не извлекаете выгоду Вот, и даже после предоставления всех документов И траты массы времени Все равно результат не гарантируется Таможня такой орган Он, в общем-то, совершенно непредсказуем Если вы заказываете с Алиэкспресса То при застревании посылки на почте Я рекомендую просто открывать спор И возвращать деньги от продавца Пусть не все там, а 90 или 70% от посылки Потому что с таможней дело иметь это себе дороже А так, конечно же, с Шейн Обращайтесь к технической поддержке Когда контрольные сроки иссякли И пусть они решают проблему В том числе о возвращении средств вам За эту посылку, которая так и не дошла Пусть разбираются Все, в принципе, я, наверное, рассказал Все, что я хотел в этом видео Если вы используете какие-то трекинг-сервисы Которые вы считаете круче, чем те Которые упомянуты в этом видео Обязательно в комментариях под видео напишите Все это дело обсудим Наверняка, может быть, есть еще какой-то более крутой сервис Я о нем, может быть, забыл сказать Вот, по любым вопросам Касательно отправок, трекингов Отслеживаний Общением с почтовыми службами Написанием заявлений на розыск И так далее Все вопросы, если у вас вдруг я не на все ответил Также оставляйте в комментарии Я стараюсь отвечать на эти вопросы В остальном же, если вы считаете, что видео полезно Конечно же, не забудьте ему поставить лайк Если не подписаны на канал Подписывайтесь Также я приглашаю становиться спонсорами моего канала Недавно такая функция у меня на канале появилась От 99 рублей в месяц Можете стать спонсором канала И получить дополнительные привилегии Честь и хвалу Все, на 7 я видео заканчиваю Я вас благодарю за просмотр видео до конца В самом конце у меня, как всегда, формальности Спонсорами видео являются международные площадки Алиэкспресс, Тимул, Джербест и Бангут Тем, кому нравится видео, можно поддержать канал Кнопка спасибо есть под видео Есть кнопочка доната в описании канала Все, друзья, всем удачи, пока Субтитры сделал DimaTorzok